Всем привет! С вами я, Сергей Малошенко. Сегодня мы с вами поговорим о самом канале, о том, что мы делали, что делаем, ну и о планах о будущем. В Green Time, в принципе, создавался этот канал, и сам блог, и, в принципе, я хотел писать именно о футболе, рассказывать о футболе, снимать видео, ну, редактировать видео, то есть всё, что было связано с футболом. Ну, впоследствии я, в принципе, разделил это немного. Сами видео о молодых футболистах, каких-нибудь видеообзорах, они остались на Green Time, виртуальный футбол, FIFA и тому подобное, я перевёз на второй свой канал, его вы можете, в принципе, найти по ссылке внизу. Что касается Green Time, то вначале, да, у нас были такие длинные выпуски, пожалуй, что такие, знаете, как шоу, то есть сюжеты и тому подобное. Впоследствии времени стало намного меньше, и потому уже пришлось мне немного всё компактнее делать, потому мы сделали, в принципе, уже акцент на сами видео про молодых футболистов, написание статей. То есть не всегда это видео, не всегда это есть на YouTube, но практически всегда всё есть, как в группе ВКонтакте, так и на Sports, на трибуне. Там, в принципе, я всё стараюсь публиковать, прям всё-всё. Что касается планов на будущее, то, думаю, скорее всего, останутся видеообзоры о молодых игроках. По поводу озвучки не всегда есть возможность, понимаете, записать именно звук. То есть видео сделать ещё как-то можно, то есть там найти часик, ещё что-то. Записать звук на это нужно намного больше времени. По поводу времени, кстати, сразу хочу вам сказать, что, в принципе, я... Выпускать видео по графику, у меня есть два канала и будет два дня публикации. То есть вторник, это сегодня, будет публикация уже в Green Time, а в пятницу будут всегда публикации на второй мой канал. Там будет, я бы сказал бы, виртуальный канал, то есть там и с FIFA, и с GTA, ну то есть все видеоигры и тому подобное, то есть развлечение такое мини. Когда со звука, когда без, будем смотреть, примерное время публикации, оно будет варьироваться, всё будет зависеть, конечно, от самого Ютуба, как он пропускает видео, выставляет ли он паровай и тому подобное, но это нюансово. Примерно шесть часов. То есть вы заходите на канал во вторник шесть часов, семь, и вы уже знаете, что новое видео от Green Time уже там. То же самое касается второго канала, только уже в пятницу. Что касается именно самих видео, в принципе, сейчас появилась возможность делать видео не только про, грубо говоря, Месси, Роналду и остальных звёзд, там Варан, я не знаю, и Бай Гомес и тому подобное. Сейчас появилась возможность для любого футболиста, желательно, конечно, профессионального, потому что профессиональным футболистам не найти видео легче. Но если у вас есть видео, пишите, всё в группе ВКонтакте рассказано, то есть для обычных людей я тоже делаю видео, обзоры, также и пишу обзоры. Но это уже коммерческая часть канала, я бы сказал бы, также и самого блога. Ну, многим же приятно посмотреть себе видео и почитать обзор, там, конечно, не будет всё расхваливано, то есть, ну, по делу. По делу будет всё разбираться, с учётом того, конечно, где ты играешь и как ты играешь, но примерно будет, да, всё объективно. То есть не будет там хвалебных статей, если ты там не можешь мяч пнуть на 2 метра. Но это касается такого, вот сейчас появилась такая, грубо говоря, подработочка. Подработочка по поводу тех видео, которые я делаю именно для таких персонажей, профессиональных любителей футболистов. Пока я не публикую у себя на канале, в дальнейшем, может быть, начну публикать. То есть, видео у тебя есть, но у меня на канале их я пока не выкладываю. Стараюсь всё-таки делать именно те обзоры, которые мне нравятся, мне интересны. Писать мы стали, наверное, меньше всё-таки. Видео – это стал акцент. То есть, такое, что, ну, не нравится. Это больше. И есть возможность, как бы, больше делать видео, чем писать текст. На этом, я думаю, можно и закончить. Это первое моё вступление именно о самом канале GreenTime. Думаю, не последнее. То есть, просто, да, также смотрите, пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют. В дальнейшем также буду уходить, рассказывать, объяснять. То есть, хочу, чтобы вы просто понимали, для чего этот канал делался. Делался он для того, чтобы, для начала, чтобы просто рассказывать о футболе. В любом его понимании. Будь то виртуальный, будь то недооценённые таланты, будь то молодые футболисты, будь то сами видео, помните, которые я делал, то есть, там, нарезка финтов старых легенд, и просто под музыку замедленные смотреть, сколько касаний делался футболист, и тому подобное. Сейчас стараемся всё, всё делаем узкопрофильно. То есть, канал YouTube, два канала YouTube, на котором и видеоигры, и, конечно, сам канал про молодых футболистов. Всего остального. То есть, если у вас будут какие-то ко мне конкретные предложения, пишите всегда в группе ВКонтакте, просто ВКонтакте. И в группах, ну, конечно, на комментарии я не всегда отвечаю, потому что с телефона не всегда приходят уведомления о том, что тебе написали. Потом мой совет, оставляйте предложить новость, или просто сообщением в группе появилась такая новая функция. Пишите, будем разговаривать, советоваться, отвечать на вопросы, в конце концов, буду. Думаю, в принципе, на этом можно закончить. Единственная просьба к вам будет, дорогие друзья, стараться делать репосты. Потому что чем больше, ну, то есть, чем больше люди смотрят моё видео, тем им больше нравится. Но, как бы, я принципиально стараюсь не продвигать их. Ну, то есть, я не пользуюсь платным продвижением. То есть, всё делается своими силами. Всё делается, как говорится, на энтузиазме пока что. Но, ни разу замечал, что когда новые люди смотрят это видео, и говорят, блин, ну, действительно, всё равно классно делаешь, но нет возможности, как бы, до всех это донести. То есть, я прошу просто репост, чтобы друзья посмотрели, может, подпишутся, может, просто какие-нибудь хотя бы комментарии будут оставлять. Как бы, все предложения, все, всю критику, все недовольства, я всё принимаю во внимание, и в дальнейшем стараюсь, стараюсь, чтобы всем было интересно, и получалось то, что я хотел. Ну, и, в принципе, на этом можно закончить, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и самое главное, друзья, смотрите футбол, любите футбол.